Экологически чисто, полезно, питательно. Прудовую рыбу выращивают в Константиновском районе. В Букингемском дворце резиденции английской королевской семьи не просто узнали, что в Ростовской области есть город Константиновск, но и отправили туда почтовое послание. Вспомним важные исторические факты. Сто лет назад казаки пошли друг на друга, началась гражданская война. Об этом расскажем и покажем в эфире очередного выпуска областного тележурнала «Станица». С вами его ведущая Валентина Малащицкая. Здравствуйте! Продолжение следует... Продолжение следует... Подрощенную молочь уже рассаживаем себе, также продаем в другие хозяйства, кто в этом нуждается. В этом году миллион личинок оставили для зарыбления своих прудов. Примерно столько же отправили для пополнения природных водоемов и выращивания в других хозяйствах. Карпов, белых амуров и толстолобиков растят по двухлетнему циклу. Основной объем уходит в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Краснодар. В прошлом году жителям этих городов отправили почти тысячу тонн рыбы. Мы работаем сейчас по двухлетней технологии. То есть первый год сигалетки у нас достигают 250-300 грамм. И второй год на гульных прудах мы их доводим до двух килограмм, то есть до размеров товарной рыбы и продаем. От икринки, полученной от собственного маточного поголовья, до взрослой особи. Так идет процесс и в этом цехе хозяйства. Правда, привесы другие. Здесь у нас стерлядь 2017 года, годовичок. Средняя навеска в районе 80-90 грамм. Столько набирает рыба за сезон. Растут ценные виды медленно. Этому осетру 5 лет, еще совсем юный. Если учесть, что средняя продолжительность этого вида до 60 лет. Но долгожителей в этих бассейнах пока нет. Хозяйство только отрабатывает технологию выращивания. Чтобы впоследствии пересаживать годовалую стерлядь в пруды и там докармливать. Дело долгоокупаемое и затратное. Но поддерживать экономический баланс таким предприятиям сегодня помогают государственные дотации. Областной бюджет помогает в плане возмещения затрат на закачку прудов, 50% электроэнергии. Потом у нас есть часть, возмещая затрат по реализации. Ну и на основные средства. В принципе, помощь неплохая, хорошая. Спасибо, конечно, нашему областному бюджету. Ну и по противобезотических мероприятиях, с федерального у нас тоже есть поддержка. Вот без этой поддержки было бы нам очень непросто. В штате этого прудового хозяйства 44 человека. Для них на территории прудов построили столовую и организовали бесплатное горячее питание. Но на этом предприниматель решил не останавливаться. В станице Богоявленской, где живет большинство работников, за свой счет установил детскую площадку. И взял шефство над местным детским садом, куда ходят дети и внуки рыбаков. Кровати, столы, стулья для малышей – это крупные покупки. Часть прибыли, полученной с прудов, регулярно отдают на решение многих бытовых проблем детсада. Внимание к сотрудникам – это не только премии и условия труда, но и желание сделать их сельскую жизнь комфортнее. Пока мы любовались прудами и рыбой, Татьяна Бочарова побывала на севере области, в отдаленном хуторе Пономарев, что в Кошарском районе. Именно там, сто лет тому назад, произошло трагическое событие, положившее начало гражданской войне на Дону – гибель экспедиций Подтелкова и Кривошлыкова, которые пытались привлечь казаков на сторону советской власти. Настороженно встречали подтелковцев в хуторах и станицах, но открытых стычек не было. Казаки старались договариваться, ведь многие знали друг друга. Подтелков пообщался со знакомым белоказаком Спиридоновым, который гарантировал безопасность продвижения и предложил сдать оружие. Так сотня красных казаков оказалась фактически в плену. Скорый суд старейшин в хуторе Пономарев вынес всем смертный приговор. Трудно представить, что думали, о чем говорили казаки в этом домике в ночь перед расстрелом. Утром их повели, километра три надо было идти в гору. Там состоялась казнь. Прошло сто лет, сегодня сюда приезжают туристы. Домик входит в состав Фершинского музея-заповедника, а вот сам мемориал является просто хозяйственным объектом поселения. Утром отсюда пленных повели на казнь. Был канун главного христианского праздника – Пасхи. Некоторые хуторяне вышли на улицу, но многие спрятались по домам. Ведь тоже были не все согласные с этой казнью. Здесь даже похоронен вместе со всеми местный житель, который вообще ни при делах, ни при каких не был. Ему пришли и сказали, пойдем смотреть, будешь как, будем казнить красных. Он сказал, это не мое дело, я в гражданской войне не участвую, ну так мягко сказать. За что его схватили за шиворот и поволокли вместе со всеми и расстреляли. Известно, что по дороге на казнь один человек юркнул в толпу хуторян и был прикрыт женской юбкой. Спасла его одна казачка молодая, спрятала потом его. Ну, уже после войны Великой Отечественной. Он ее разыскал, нашел ее здесь и по легенде местной построил ей дом. Сначала у Ямы расстреляли 79 человек, потом повесили Подтелкова и Кривошлыкова. Эта сцена описана в романе Шолохова, воссоздана в фильме. Отуманенные вы! Шлепы! Шлепцы вы! Пусть погутанет напоследних. Заманули вас. Заставляют кровных братов убивать. Думаете, ежели нас побьете, этим кончится? Нет! Советская власть установится по всей России! В лучших стенах тихого тона поклали вы в эту ладьям! Одно только к старому не возвращайтесь, обращался у виселицы к хуторянам яростный большевик Федор Подтелков. А более молодой его друг Михаил Кривошлыков говорил, я пошел бороться за правду до конца. Умираю, верю, что правду не убьют. Но ведь убивали друг друга за эту самую, мало понятую ими тогда правду. Почти три года рубились казаки в жесткой схватке друг против друга. И вот прошло сто лет. Мемориал долгие годы находился в запустении. Местными силами лишь поддерживался порядок на территории. Но ситуация изменилась в прошлом году, когда по решению губернатора на реконструкцию было выделено 6 миллионов рублей. Главное сделано. Мемориал восстановлен, но необходимо восстановить и его статус, как памятника истории и культуры. Этот памятник когда-то был в составе музейного комплекса Михаиловича Шолохова. Потом его оттуда вывели. Сегодня мы ему вернули нормальный вид. И в принципе у нас есть возможность передать в этот же комплекс его события, как вы знаете, описаны в произведении. А все остальное рассудит история и люди. И надо понимать, что самые разные, лихие периоды истории страны, идеология иногда определяла сознание. Люди принимали те иные решения, но по сути они все хотели сделать жизнь лучше. Поэтому вот как раз мы, наверное, идеологию сюда вмешивать не стоит. Просто факт истории, которую мы решили сохранить. Дело за малым. Необходимо оформить передачу объекта в музей. Логически соединив маршрут от уже имеющегося подразделения Вешенского музея, места ночевки экспедиции, до места ее казни. Необходимо также отремонтировать небольшой участок дороги к мемориалу. Доступность к этим памятным местам, включение их в туристический маршрут, оживит историческую память. Поможет новым поколениям лучше понять уроки гражданской войны. Адресат – школьница в Константиновске. Отправитель – королева Великобритании. Письмо из Букингемского дворца, резиденции английской королевской семьи, пришло в Константиновск, Ростовской области. Послание от имени Елизаветы получила ее тезка – школьница Лиза Пахалюк. Она поздравила королеву с днем рождения и та девочке ответила. Почтовый ящик семьи Пахалюк, пожалуй, можно назвать самым международным в городе. Девятикласснице Лизе уже год приходят письма и открытки из разных стран. Это открытки из Японии. Лиза зарегистрировалась на сайте, где желающие оставляют свои адреса, чтобы общаться по всему миру не в сети, а почтовыми открытками и письмами. И теперь получает послания, написанные от руки в разных концах света. Эта открытка мне пришла из Нидерландов, это письмо тоже из Нидерландов, это из Японии, из Чехии, из Германии, из Белоруссии. А недавно увидела письмо в особом конверте из Лондона, прямо из Букингемского дворца. Выбирая очередного адресата для своей открытки в апреле, Лиза увидела в новостях, что королева Елизавета отмечает день рождения и решила поздравить ее на английском. В школе по этому предмету у девочки пятерка. Ответа не ожидала, но англичане сильно удивили. Мне пришло письмо от королевы Великобритании, оно было в таком конверте, на нем имеется королевский герб и штамп королевской почты. Лиза написала Фрейлина, что королева желает написать и поблагодарить вас за письмо и роскошный рисунок лондонского автобуса. Ее Величество было заинтересовано услышать о вашем городе, также о семье и о йоркширском терьере. Королева была рада узнать, что вам нравится английский язык. Открытки в разные страны Лиза отправляет примерно раз в месяц и получает пару посланий сама. Для следующих переписок уже заготовила открытки с видами Ростова, на которых рассказывает о своей жизни и своем городе, Константиновске. Карточек с его видами пока не издают, но девочка придумала свою печать. Теперь это символ Константиновска, Ростовской области, в странах, куда пишет Лиза Пахалюк. На сегодня это все. Через неделю в это же время мы вновь расскажем вам, чем живет станица. Удачи в делах и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио».